В экранах стоит он под первым номером. Эльдар очень неплохо выступает в последнее время. И очень приятное впечатление производит. Единственное, что хочется всегда, это чтобы выехал наконец-то на какие-то уже серьезные коммерческие турниры и проявил себя, да, должным образом. Ну, мы вчера говорили с Сергеем Тихоновым об этом. Очень трудно попасть вот европейцам, да, в эти турниры, где, конечно, просто засилий кенийцев и фиопов. Все-таки они, конечно, по результату выше. По результату гораздо выше европейцев. И по деньгам с ними как-то тоже они готовы. Ну, с другой стороны, даже если делать какие-то квоты европейские, да, допустим, для участия, но все равно неприятно бежать и отставать там на круг от этого. Это естественно. Хотя в любом случае, чтобы себя, да, как-то успешно продвигать вообще вперед и, да, и результат свой, конечно, надо выступать. Даже в такой истории надо все равно с ними бегать и тянуться. Ну, летать летом, по крайней мере, здесь надо. Когда-то, вот, да, раньше, в былые годы. Но вот на европейском уровне испанцы, конечно, свою марку держат. Вот, и здесь ничего не скажешь. Было накануне у них много побед. И здесь съезд из Пана, и Альмеда победили. И, естественно, вот девочки. Поэтому сегодня такая же ситуация, но я считаю, что и наши ребята тоже накануне были в стаирском беге молодцы. Поэтому Ульдару нельзя ударять грязь лицом, надо традиции поддерживать. И так, Альберто Пауло пошел вперед. Португальский бегун сейчас. За Украину Вадим Слободенюк выступает. Вот, кстати, вчера очень приятным сюрпризом для нас было выступление Сергея Лебедя. Он второе место накануне занял. Беги на 3000. Давненько мы просто его не видели. Тоже очень приятно было, что он еще в силе и в обоим. Давай здесь он, друзья. Так, здесь у нас кто за Испанию-то выступает? Да, за Испанию выступает. Ну, здесь совсем не испанское имя. Видимо, это Абделлазис Нарзоги. Вот так вот прочли. Вот это имя. Интересно посмотреть. Представители. 822. Представители Испании с арабским именем. Ну, это сейчас везде. Да, это сплошь принято. Смотря португальцев, он как-то другого стиля бега хочет придерживаться. Все как-то во всех видах стаерских потихоньку начинали, а он пошел вперед. Вот, Надин Мюллер. Новая, так скажем, восходящая звезда немецкой легкой атлетики, немецких метаний. Но вот пока ведь не получается. До 60-ти никогда. Порядка 50-ти, там, 7,5. Мы говорили накануне, что вот очень хорошее поколение тоже у них вот идет, у немцев в метаниях очень здорово. И Дезорде вот в копье, и вчера Штрель, очень понравился мне, хороший толкатель ядра. Ну, про Хартинга тут говорить нечего. Надин Клейнер держит свою марку вновь и вновь. Конечно, Кристина Оберфоль. В общем, у них очень хорошая, очень сильная метательская сейчас вот компания, да. И вот Надин Мюллер, в общем, тоже в этом как бы списке, но вот пока у нее 60 метров не получается. И вот, возвращаясь к бегу, посмотри, да, все как-то вот потихоньку-потихоньку начинали, а португалец пошел, сразу хочет оторваться. Ну, в такой тактике, предприниматель, решил измотать. Не надеясь на свой финиш там еще. Финиш, может быть, да. Ну, посмотрим, оправдается ли, не устанет ли. Ну, вот, судя по всему, видишь, не удалось. Да, догнали. Догнали, догнали португальца. Ну, попытка, крайне мере, ускорила. Ну, вот, ты знаешь, мне кажется, просто эта попытка сейчас может его немножечко... Он может сейчас устать, потому что, знаешь, все-таки такой рывок был, не знаю, хорошим ли закончится он для него. Но, тем не менее, сейчас такое ощущение, что очередной побег. Теперь вот пытается француз приготовить. Ну, Ильдар, не надо упускать их так далеко. Надо поближе к лидерам подержаться. Сейчас самое время немножечко подтянуться. Вот что он и делает. Хорошо, по бровочке сейчас прошел. Надо немножко туда, потому что тут вот главное не упустить эти уже начинающиеся такие, пока еще не финишные, но начинающиеся уже перестроения. Надо где-то ближе к троечке держаться. Ну, побег очередной не удался, пока все вроде бы подтянулись в линеечку. Но надо здесь начекубить. Да-да-да, надо обходить, обходить, иначе вот там за поляком можно не увидеть. Правильно, Ильдар сейчас делает ближе к испанцу. Это надежнее. Такое впечатление, что вот у нас в странном прыжке, вот я вспоминаю эти правила, да, вспомнил, он сделал две попытки неудачные, и, собственно говоря, выбыл из дальнейших соревнований. Ты Федоров имеешь в виду, да? Да, к сожалению, Алексей Федоров не принес очки нашей команде сегодня. Вот почему я так вчера тоже волновалась, когда первую попытку заступил Меньков. Во второй надо было прыгать просто, да, во что бы то ни стало. Нет, значит, две попытки, надо хотя бы какое-то это показать. Ну да, как бы ты попадаешь в финал. Как в финал, да, в следующие две попытки. И окончание, и последнюю попытку делаю только четыре человека, самое лучшее. Сейчас, да. Он все равно держится в пределах достигаемости. У него финиш хороший, он финишировать умеет, и что, собственно говоря, сейчас и показывает. Догоняет, да? Ну старается, во всяком случае. Молодец. Все включились, посмотрим, как будет. Ну я думаю, что он тоже в состоянии включиться, подключиться к этой борьбе. Смотри, португалец, испанец отстали. Немец борется сейчас с французом. Ну Ильдар молодец, по крайней мере, может быть, пока не получается прям их совершенно догнать, но он их старается не отпустить. Не отпустить, ну да, все-таки убежали, они вдвоем. Ты знаешь, что немец творит? Да. Это Уличка, Стефан. Да, Стефан Улицка. Посмотри, что творится. Не знаю, уступит, не уступит. Смотри, какой финиш в итоге. Француз не уступает. Да, прямо не уступают друг другу. Все-таки француз убежал. И все-таки, да. Ну что, 8.30-8.5, конечно, ну результат, прямо скажем. Ильдар в этой кампании, в этой борьбе выходит третьим местом. Я считаю, что вообще очень достойно наши стаеры выступили. Здесь все, ну, так скажем, в числе призеров, если брать все-таки, да, призовые три места, традиционно считаются, как ни крути, все ребята были в числе призеров. Очень достойно. Выиграл, да, у нас француз Винсент Суави Дандре с труднопроизносимым именем. Ну, в общем, так же, как у испанцев, у французов есть тоже свои традиции, довольно хорошие. Поэтому, я говорю, опять же, на европейском уровне это все нормально. Ну, доволен, судя по всему, и с собой, и результатом. Но я считаю, что Ильдар здесь оказался тоже на высоте. Очень достойно боролся, молодец. Очень вовремя вот он, да, к этой троечке примкнул и третьим финишировал. Ну, немец боролся, все-таки хорошо боролся до конца. До последнего шага боролся. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ